Берингов пролив Географические открытия вплоть до середины XIX века считались в России секретными, а потому сразу погребались в бесчисленных канцеляриях. Так, в 1720 году, по приказу Петра I, в Сибирь отправилась экспедиция географа Мессершмитта. Когда в 1727 году она вернулась в Петербург, то все материалы у Мессершмитта мгновенно отобрали, а сам он клятвенно заверил чиновников, что ни одного слова об этой экспедиции он не напечатает. У сенатских чиновников Петровской поры нашлись усердные ученики в большевистском НКВД. Созданное ими главное управление лагерей, по сути государство в государстве, было самым секретным из всех существовавших на Земле с древних времен. Здесь, в ГУЛАГе, была своя история, своя наука, своя этика и своя геология. Свою 50-ю весну расконвоированный заключенный урванцев встречал на Таймыре. До прихода кораблей в Нориль-Лак оставался еще целый месяц, но Николай Николаевич уже все свободные минуты сочинял. Сочинял письмо же не в Ленинград, где до ареста он был замдиректора Всесоюзного Арктического Института. «Что все-таки стало главной причиной ареста после стольких побед и наград?» – вслух рассуждал урванцев. «Неужто тот каменный уголь, что мы нашли по поручению тогдашнего правительства Сибири? Так ведь его хватит на сотни лет и для сев морпути. Здесь я был прав. Это я говорил исследователю. Кто вредитель? Я или они? А может быть просто дело в том, что в ту экспедицию 19-го года нашу партию отправило правительство Колчака? Больше 20 лет прошло с тех пор, а для меня это как вчера. В июле 21-го года я заложил первую разведочную штольню на уголь в Норильске. Ну и натаскались же мы тогда. Лес до горы тащили на оленях, а в гору на себе. Зиму жили в меховом нартином чуме. Топишь печь – под крышей баня, а подошвы к полу примерзают. Да и в экспедицию дали всего 10 пар сапог и ни одного полушубка. Шурфы мы копали в Норильске вручную, ноги коченили. Каждые полчаса мы вылезали из затопленных углублений. Это была моя первая экспедиция в Норильск. И вряд ли я когда-нибудь сюда вернулся бы вновь. Зачем позволил я себе мысль о медном месторождении Норильска? Ведь моей задачей был каменный уголь. Зачем забрался я в старую штольню? Ведь знал, что промышленного значения она не имеет. Но это подземная вода с медной зеленью. Нет, не дала бы она мне покоя, если бы не расследовал это месторождение, как оказалось не столько меди, сколько никеля и платины. Но в ту экспедицию до победы было далеко. Убедил я начальство развернуть нашу партию на разведку этих медно-никелевых руд. Позволить именно мне подсчитать их запасы. И вот долгожданная вторая экспедиция. Шли недели, а порода все пустая. Какая-то страшная тяжесть изнутри сдавливала грудь. Стал тянуться к спирту. Выпил, и как отлегло, позже опять не вздохнуть. Несколько дней разбавлял тоску только так, без закуски, не запивая водой. Справился все же. Заставил себя взять в руки лупу и часами по ночам просматривал породы. Опять тот же путь. Штольня, вкрапленность минералов под лупой. В пургу ходили по канату, натянутому от штольни к лагерю. Иначе заблудишься. В пяти метрах ничего не видно. Коренному населению здесь тоже приходится туго. Надышавшись в чуме дымом за долгие полярные ночи, они заболевают туберкулезом и трахомой. От эпидемии гибнут люди и стада. Лучшим средством от цинги здесь считается сырое мясо. Как-то одного из членов экспедиции вывернуло от впервые увиденного зрелища. Долганы угостили его местным лакомством. При нем завалили на спину живого оленя, вспороли брюхо и вырвали рукой почки. Нарезали куски ножом. Кушанье готово. Костный мозг они отдают детям. Сырое мясо и кровь – обычная еда северян. Вскоре и для нас это стало привычным. А наши занятия в штольне продолжались. Бурение я ускорил благодаря алмазной коронке. Рисковал. Одна она была, а мне не терпелось. Не мог ждать весны. Вода в скважине леденела. Целыми сутками горели костры над треногой вышки. И я, наконец, дождался. Как сейчас помню. Руда. Сплошная богатая руда. Меня не огорчило, что она скоро выклинилась. Я твердо знал. Не последняя она. В сентябре 1924 года мы закончили разведку. Руководство наше сделало вывод. Месторождение не даст прибыли. И даже не окупится. Но я был настойчив и упрям. Дошел до самого председателя ВСНХ Дзержинского. Убедил, что руды хоть и не богатые, зато их много. И я оказался прав. В третью экспедицию мы открыли новое, богатейшее месторождение Норильск-2. Позже мне удалось исследовать и центр Таймыра, несмотря на отмены экспедиции. Я пошел туда сам, без проводника, с маленькой группой энтузиастов, зимой 1929 года. И составил первую геологическую карту полуострова. Тогда я писал в отчете. Нельзя не указать на ту колоссальную роль, которую сыграет разработка Норильского месторождения. И проведенная к нему железная дорога в оживлении до сих пор мертвого района. Норильск послужит тем кристаллизационным центром, около которого будут возникать новые предприятия. Тогда, наконец, спадет тяготеющее над краем проклятие смерти. Норильск, уникальный заполярный город. Норильский комбинат, построенный одним махом в стиле сталинского монументализма, получит статус города в 1953-м. Норильский комбинат и сегодня выдает на экспорт медь, никель, платину. Ничего сравнимого с ним на планете нет. Вторая треть 20-го века начиналась с триумфальной реализации проектов Геологического комитета и Академии наук, разработанных еще до Первой мировой войны. Правда, великие энтузиасты и стахановцы ничего не знали о своих предшественниках. Наступала эпоха Иванов, не помнящих родства. К 1937 году главная цель Геологического комитета была достигнута. Под редакцией Академика Дмитрия Наливкина была создана первая геологическая карта России, на которой не было белых пятен. Но на картах топографических белые пятна остались, вернее, кое-где их помечали карандашом и называли прорабствами. Это и были исправительно-трудовые лагеря. И самый страшный из них – Колымский. Колыма стала главным валютным цехом страны Советов и братской могилой сотен тысяч ни в чем не повинных людей. И невольным виновником этого был член Геологического комитета Юрий Александрович Билибин, первооткрыватель колымского золота. Билибин дал научно обоснованный геологический прогноз на россыпи Колымы. Он обещал правительству ежегодное удвоение добычи золота. Этот прогноз, названный золотым векселем Билибина, блестяще подтвердился. На Колыме в ту пору правил бал легендарный «Дальстрой» производственно-геологическое управление НКВД. Вексель Билибина «Дальстрой» разменял на тысячу тонн золота. «Дальстрой» считался жемчужиной ГУЛАГа, а сама Колыма стала именем нарицательным. Ровно сто лет назад на Аляске во времена золотой лихорадки люди тоже преодолевали немыслимые трудности. В желании разбогатеть они творили чудеса предприимчивости. Здесь зэки тоже творили чудеса, только в желании выжить. Строительство дороги было жестоким сражением природы. На магистрали Нагаева-Колыма работают заключенные северо-восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. В Петровские времена Демидовы покупали крепостных для работы на их уральских заводах за 15-20 рублей серебром, а за мастера платили и все 500. Дальстрой ценил жизнь своих горных рабочих не дороже тех белых рубашек, которые надели на них для киносъемки. На их костях и был выстроен этот прекрасный многоэтажный город-мираж Магадан. Некоторые его улицы чем-то напоминают Ленинград, и невозможно поверить, что век назад здесь на вечной мерзлоте не было оседлого населения. Так выглядит в летнюю полярную ночь проспект Ленина, самый длинный проспект в мире. Он переходит в Колымский тракт, длиной в 3000 километров. Строившие его рабочие называли его «дорогой в смерть». Сегодня в здании бывшего Дальстроя работает несколько геологических организаций и ломают голову, как поднять катастрофически упавшую добычу золота. Росцы перестащились, надо разрабатывать рудные месторождения. Зима здесь – самое длинное время года. Полярные надбавки по нынешним временам ничтожны, и жители Магадана готовы продать свои квартиры за бесценок, чтобы уехать на материк. Только там их никто не ждет. Но самый секретный геологический проект СССР был никак не связан ни с золотом, ни с никелем, ни с платиной. Экспедиции, работавшие на него, не имели никакого названия, кроме номера и приставки «спец». Руководил этим проектом лично сам глава ГУЛАГа Лаврентий Павлович Берия. Уже вовсю шли производственные работы по созданию объекта номер один. Появлялись поселки, города, полигоны под ничего не значащими номерами. А геологи все искали на территории СССР и стран-сателлитов. Некий тусклый серый металл, прежде ни на что не годный. И трудились над этим лучшие геологи страны. Аналогичный проект был уже осуществлен в США и поверг в ужас всю планету. Но спустя всего 4 года мир вновь стал многополярным. Россия осуществила свой урановый проект. Советским химикам, физикам и геологам тогда сочувствовала большая половина человечества. Но в жизни нашей страны мало что изменилось к лучшему. Режим готовил новые репрессии для освоения новых секретных территорий. И о многих, многих городах без названия, созданных в те годы, мы узнаем только сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин